Дарвинский юморный чудак везет в горбу арбузов, где-то под горку там, с горки ехал, и в нем лошади побежали вперед, эта горба перевернулась, все эти арбузы у него посыпались, побились, и логика у человека говорит, вот блядь, вот то и все арбузы побились, а вот то и две, блядь, вот то и рыбы, аж дальше у всех покатился. Поехали. Хохол, значит, приехал продавать подсолнечное масло. Ну, в канистру его там налил, поставил эту канистру на привозе, никто не подходит, никто не спрашивает, ну, хрен с ним. Взял эту канистру, взял жинку и думаю, пойду, подивлюсь, у то, значит, воперный театр. Поставил там вестибюль этот масло постное свое в канистре, пошел, посмотрел первое отделение, выходит, глянул, канистры нету. И у чувака логика рассуждения, говорит, вот блядь, украли. Мабуть, думали, что керосин. Я люблю до безумия родину, ширь полей синеву небес, реки, горы, клубнику, смородину, рощу летом, зимой лес. Я люблю по горам вверхолазить, ночью слушать рассказ у костра, с милой девочками побезобразить где-нибудь под кустом до утра, а потом на завод синей ранью, раньше всех на работу прийти, а потом, искупавшись в бане, поучиться в полиците. Как я классиком стал, я, ей-богу, не знаю. Вероятно, тогда, как для пущей красы, отпустил себе бороду и за компанию отпустила ржаные усы. Потянуло меня почему-то к чернилам, стал тогда я в чернила перо окунать, и все чаще ходил у дверей крокодила. Распушились усы, стал стихи сочинять. Те стихи с удовольствием все покупали, хохотали, читая, и я хохотал. Как я классиком стал, я, ей-богу, не знаю, захотелось стать кем-то. Вот и классиком стал. Пародия Архангельского на Михаила Зощенко на рассказ «Случай в бане». Братцы мои, дорогие гражданчики, расскажу я вам, какая со мной хреновина приключилась. Сижу это и дома, и вроде скучный рассказ сочиняю про утопленника. А жена это мне и говорит, что это, елки-палки, у тебя лицо такое индеферентное. Пошел, помылся в бане, а что, думаю, пойду помоюсь. Прихожу я в баню, и только, извиняюсь за выражение, спину успел мылом намылить, как из предбаника кто-то караул кричит. Ну, тут, конечно, все выбегали, а человечек кричит, номерок на бороде трясется, караул кричит, пуп сперли. Глядим, никак не наесть, у человечка на пупе голое место. Ну, тут стали, конечно, народ обыскивать. Ну, а голого обыского дела плева, ежели что, спер, в рот не положишь. Доходит очередь до меня, а я к нагрех намылился. А мне, говорит, гражданин, смойтесь. Я говорю, смыться, конечно, можно. Смыл, говорю, в подштанники не полезешь, только я вот ихнего пупа не брал, у меня свой, говорю, пуп есть. А это увидим, смойтесь. Смываюсь я. Мать честная, гляжу, у меня никак два пупа. Человечек, конечно, в амбитию, за что кричит, боролись, за что кричит, кровь проливали. Это, чтобы у трудящегося пролетариата пупы красть. Оторвал я пуп, бросил, и говорю, на тебе подавитесь вашим пупом. Не в пупе ведь счастье. Я плюнул и пошел домой, а по дороге расстроился. Вдруг, думаю, я пупы перепутал. Вместо его так свой отдал. А потом подумал, а ежели у него еще что-то прут, так и отвечай. Братцы мои, гражданчики, дорогие читатели, уважаемые подписчики, Ничего такой со мной не было. Я ведь сроду в баню не хожу. А все это я вам рассказал, чтобы вы свои животики надорвали. Не смешно, говорите. А мне наплевать. Внимание, мотор и съемка. Внимание, мотор и съемка. Вот так каждый день, когда я сымаюсь у кино, мне все говорят. Дядь Толя, кто говорит? Толя просто. Давай отойди, давай подойди. Все текст, знаешь, говорю, да. Все то, что выучил, все говорю при помощи режиссера. Ну, колы, мы сейчас вот так вот сидим за круглым столом, за подпишком, который хорошо пахнет, с бабами, сидим. Вот, значит, сигареты заканчиваются. Кого-то пошлем, кого-то нас. И нас тоже посылают удаль непросветную, непробудную. Но мы знаем у седана перот, что ежели мы пошлем, так они пойдут. А ежели нас они пошлют, а мы можем задержаться. Задержимся никуда. Нас не валюша, моя дорогая жена. Сколько я с тобой живу, вот то у седы я на тебе удивляюсь. Ты ж хорош человек мой. Скажи у микрофон для людей. Она боится, чтобы ее голос застрал в эфире. Засрал, застрал. Засрамший в эфире голос, и это голос супруги. Она, как Ярославна, стоит на балконе, та на стене, и это на балконе. Уверяюсь, что ждет. Но я думаю, а может нет. Но когда я приезжаю, она на балконе, всраться можно, стоить, жжать. Сколько раз она подсказывает, сколько раз я всрался. Сколько раз я приезжал, столько раз всирался. Валь, дорогая. Туалет второй выстроили, потому что я уже переборщаю. Ревность переборщает. Потому что все накипает, и все уже уперот. Хорошо киплю, хорошо закипаю. Дай послушать, что на монитофоне у нас записано. Летит по небу самолет, а в нем задроченый пилот. А рядом с ним сидела стюардесса. Идем на левый поворот, и стюардесса в рот берет. Забыв, что под крылом уже отеца. Идем на левый поворот, и стюардесса в рот берет. Забыв, что под крылом уже отеца. Снова в юго, ах, будь ты неладна. Снова резал мороз, как ножом. И стоял я с любимой в парадном, Неуютном, случайном, чужом. И мы чей-то покоя нарушали. Хоть за это грозил даже штраф. А в одной из квартир, может, спали Даже простынь двухспальных не смят. Так зачем же за эту же вьюгу Освистят сквозь метель соловьи Нас двоих за людей без приюта Или тех за приют без любви. Нас двоих за любовь без приюта И ведь тех за приют без любви. Что хорошо, что Папаново, что Папаново Женщинка, но мне приятно, что очень хорошо, Что вы, значит, пригласили меня в гости. Я здесь у вас на гастролю. Налей пиво капельку немножечко. И винишечко, портвешка. Портвешок у нас всегда у театра. Это хорошо. Когда я снимался, вот ты меня спрашиваешь За курить сигаретку, что бриллиантовая рука. Там что было все в бриллианте, это хуйня. Там ничего не было. Было все, что это шеф. Когда он говорил, куй железо пока у касси, Но я тебе скажу другую вещь. Вот я у цирки недавно был, Так там товарищ мой клоун сказал, Что хуй железо пока горачий. Это уже хорошо. Это уже где-то с юмором идет. А вот когда это говорит, Что куй железо, не отходя от кассы, Это говно. Потому что у касси деньги есть, Тебе некую получать. Я не знаю, когда и во что. Я не знаю, когда и где. Я умру на этой земле. На которой так хорошо. По которой ночи бегут. По которой проходят дни. Если скажет друг, помоги. Я помочь уже не смогу. Будет так же вставать рассвет. Будет тот же земли полет. А что жил я сейчас или мертв. Видно, разницы в этом нет. Никому не дарю цветы. И не верю ничьим словам. Только ночью приходишь ты. Обнаженная, как луна. Нелюбимая. Нелюбимая. Ну так что ж. Но сегодня только моя. Хорошо, что на эту ночь Еще нужен кому-то я. Стойте, стойте же, годы младые. Смолкни, ухроская гроза. Потускнили мои голубые. В пьяном дыме шальные глаза. Вечерами июльской прохладой Вольно дышит широкая грудь. Но траве, чем на синего сада Я любил пусть пьянки воскнуть. И уткнувшись разбитым носом В утешающую траву Вспоминал я Весенние росы И лихую сорви голову. Скоро, скоро замрет моя песня. Черный ворон Кружит не спеша И взлетит Высоко в поднебесье Моя Грешная в доску Душа. Я пыльной улицей Бреду Под лай бегущего трамвая Больное сердце Замирает Как будто чувствуя Беду Былое время Не догнать Не все сбылось О чем мечталось Прими Земля Родная мать Все то Что от меня Так Кого почитаем Давайте почитаем Что Кого Опять Эти глупые Вальсы Опять Эти звуки Трубы Простите Сколько На ваш Своей На рояле Забыл Зачем В этом Облаке Чистом Последняя Нота Звучит Зачем Опоздали Флейтисты Зачем Улетают Стрижи Вернутся Крылами Помашут Уходят Уводят Стрижи Простите Сколько На ваш А сколько На них На моих Война Арабов С Израилем Полоса С той стороны С Израиля С арабской стороны С израильской С арабской С израильской С арабской И все С израильской стороны Поднимается Что такое Почему не стреляем Патроны Кончились Иди сюда Я тебе продам Пару штук Тайга Лес Глубиная Избушка Из избушки Доносится Мелодия Хозяин Видно Играет На гармошке Открывается Дверь Ёб Твою Мать По лесу Эхо Мать 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 Вашу Ёб 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 Хозяин Заходит В избушку Дверь Закрывается Открывается И из избушки Снова Доносится Русская тоска Бывает не только Ефтайгей Среди лесов Она бывает там Куда Кто-то уехал далеко Париж И стран Максим Сидят Два русских Иммигранта Тоскуют Один из них Говорит Павел Павлович Тоска берет По родине А в ресторане Полумрак В углу Белый рояль За роялем Сидит негр Что-то там наигрывает Тоска берет Блядь Павел Павлович Вот так бы Блядь Захотелось Залечь На этот Белый рояль Снять Штаны И посрать Василий Васильевич Ну нахуя Это делать Разве здесь Кто-нибудь Это Поймет Значит Александр Сергеевич Пушкин Был в обществе Был в обществе Каком-то Там Сети Вот дела Где-то Рассказал Когда-то Анекдот Ну и Уже прошло Много Времени Идет Какая-то Компания И в этой Компании Затесался Какой-то Интересная Игра слов Мне Этому Жлобу Понравилась Эта игра Слов Его приглашают Кто-то на именины Он приходит И говорит Слушайте Был Недавно У компании И там Сказали Недавно Вот такая Слов Значит Такое Гуляет Пушкин С дамами В лесу Значит И стали И не играть В эту Блядь Забыл В игру А У жмурки Играть Стали они играть И Пушкин Запрятался В этот Запрятался Умок Да Умок Запрятался Умок И сидеть А дамы Блядь У всех кричать Пушкин Девы А он им Кричит А он ведь Хуймами вашей Хохлушка И интеллигент Встречаются Где-то за столиком В ресторане Ну и она Хочет Да Она хочет Показаться Такой Таким Эрудитом И она говорит Вот вы заказали Шампански Воно мне напоминает Запах Цветов Я коды пью Шампански То воно Значит Як Запах Цветов Запах И то Звук Бджели Коли вона Летить Шампански Это просто Понимаете Это Як Аромат Як Нектар А вот Спила Я пердю Приходит Первоклассник Мальчик Еврейский Домой И говорит Папа Нам сказали Что завтра Ихметика Два Ихметика Ёбаная Вот Ты что Не знаешь Что будет 24 Не знаешь Да Так Дальше Смотрим Русский язык Два Циля Слышишь Русский язык Тоже В него Два Так Дальше Чисто Писание Тоже Два Циля Чисто Писание В него Тоже Два Так Дальше Смотрим Пение Пение Пять Ёбаная Рот Циля Слышишь Ём Ещё Поёт Блять А Приходит Первокласс Все дела Рыжий Сидит На первой Парте Долго Долго Смотрел На Усительницу И в конце Урока Говорит А у Всё-таки Уебу Она Вся В слезах Его За ухо Приводит Домой В квартиру Там Батя Целый Шалмал Детей Куча Там Штук Десять Детей Она Подходит Вы понимаете Вы понимаете Ваш Сын Какой Сын Ну Ваш Сын Сам Маленький В первый Класс Пошёл Ко мне У меня Учится Он Сказал Что Меня Уебёт Это же Какой же Сын Коль Таль Петька 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 А Петька Тот Уебёт Её Подруга Тоже Современная Учительница Ей тоже Доверили Первый Класс Она Приходит Говорит Ребятки Здравствуйте Я По списочку Вас не буду Делать Перекличку А Я буду Показывать Пальчиком На каждого А на кого Я покажу Ты должен Встать И сказать Своё имя Фамилию Ты Петя Иванов Молодец Петя Иванов Ты А я Вася Сидоров Молодец Вася Сидоров Ты А я Федя А А фамилия Фамилию Неудобно Мне называть А почему Неудобно Называть Фамилию Да у меня Смешная Фамилия А На какой Предмет Твоя Фамилия Ну Понимаете Как сказать На какой Предмет Ну Ну То, что В рот Берут Так Хуев Что ли Нет Ложкин Приходит Женщина К попу Ведь Батюшка Грешна В чем Ты мать Грешна Ну Понимаете Я В рот Брала А вот Это Сказал Поп Чтоб я Значит Заплатила Три рубли И Три раза Вокруг Церкви На коленках Ползала Это Какой Поп Тебе Говорил Ну В Спасском А Это Такой Маленький С бороденкой Да Да Мудак Он Там Настоящая Ебли Нихуя Не Понимаете Русская Тоска Лес Сибирь Глубиная Избушка Сидит Ваня Такой Это у него На столе Что в самогоне Капуста Долбанул Стакал И Капусточкой Чайковской Педераст Гений Гоголь Анонист Тоже Блять Гений Ленин Ебил Мать Блять Импотент Тоже Гений Тут Сук Блять Имеешь Такой Хуй И Дурак 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 Встречаются Две Хохлушка Маня Здравствуй Че Ты Така Худа Вторая Отвечает Ну Че Худа Потому Что Бунием Маня Ты Ермонтова Знаешь Читала Блять Читала А Роганя Мертвый Душа Читала Читала У школы Еще Ритлера Блять Знаешь Знаю У койку Блять Антисемит Приходит На пляж Вода Холодная Он Только Ножкой Попробовал Воду Все Бодород Блять Жиды Адобет Адобет Роберт Роздественский Мужиков Я встретил На пушке Разведнул Тедать И стал читать Стихи Мужики Спросили Кто Адобет Косточки Ветер Ветер Только Труп Его Качает Ребята Почитывать Деньги Будем Потом Главное Портвишок По румочкам Разоглем Вдарим И Пойдет Как говорится Кайф Леша Я не прав Витя Призадумавший И Вадик Что-то Взроснул А я думаю Что Пошлем Все дело Нахуй И будем Веселить Душу Я прав Терронцы Пошли Мать Моя родная Время съемок Время съемок Какого-то фильма Значит Снимался с ним С Гарином Суснин Ну и получилась Плохая похода Должны съемки Быть на натуре Сделали выходной И вот Саша Говорит Что Копейки денег нет А интересно Хоть как-то Убить время Думаю Пойду К царю Гарину Ну и пришел Да Здравствуйте Здоров А почему Это настроение Такое плохое Эй Жене Блять Деньги Отоснал Ну сейчас Вот на секундочку Выбегаю В кармане 20 копеек Ну у кого там Перешиб У кого 10 У кого 20 У кого 30 Копеек На шкалец Наскрябал Приносит Шкалечек И раз Палычу Ставит на стол Открывает Дрожащей рукой Наливает Подмениц Это 250 Граммовый стаканчик Полностью Шкалек влил Выпил Крякнул Говорит Ну Иди Нахуй Я спать Буду В фильме День Ангела Он играл Купца Андреев И Дядя Ваня Перевежив Они Сидели В ресторане Аркадия И жили В гостинице Аркадия Ну и Дядя Боря Сидел один Дядя Ваня Перевежив Своей новой женой Он 26 лет Моложе И вот он Отдельно Ну Когда уже Заканчивался Работа Уже музыканты Закончили работу Ему понравился Бараманчик Он пригласил Его к себе Садить Шток Сел Он зовет Официан Говорит Принеси Че-нибудь Она тоже Бутылка водки Че вот Блядь Принесла Пойло Камьяк Давай Буфет закрыт Я вам Свою водку Отдаю Взял С мужем Поужинать И вам Как любимого Актера Отдаю Свою водку Ну вот Блядь Это Пойло Подходит Дядя Ваня Перевежив Своей женой Валя И говорит Буря Че ты выступаешь Да пошел По нахуй Буря Женой Женой Вместе Мы часто С вами Понимаете Ли Слышим Что мы Понимаете Ли Живем У век Науки Так часто Об этом Говорят А я так Скажу Наука Это Сплошной Обман Наук Придумали Ученые Чтобы Зарплату Получать Мы тоже Внуки Кумекаем Вот Недавно По радио Передавали Что Вся земля Вращается Слышали Нет Вся Земля Вращается И все Что на ней Стоит За 20 часов Делает полный оборот Неверно Все это Это Уму Нерастяжимо Ну Ежели Консерватория Какая Не будет То она Конечно Стоит Кому Она Нужна А вот Кружку С пивом На секунду Оставь Вернешься А ее Уже Нет И что Поразительно Кружка Есть Пива Нет Может Может Наука Эту загадку Разгадать Не в жизнь Потому Что Ни один Ученый От себя Кружку Спьем Не отпустит На то Он и ученый Или вот Новая наука Появилась Генетика Смех А не наука Значит Говорят Что Все Признаки Все Традиции Детям По наследству Передаются Это Наука Такая А что Выходит На практике Ну Это Я из себя Брунет Жена У меня Брунетка Значит Сын У меня Должен быть Кто Брунет А у меня Вообще Дочь К тому Ж Рыжая Как этот Факт Произошел Не знаете И я не знаю Я же В институт Генетики Обращался А мне говорят Может Ваша Гена Была В девятом Колене Чье Это Колено От Чьей Ноги Я Загадку Сейчас Разгадываю Если Разгадаю Жене Не сдобровать И вот В одной Районной Газете Писали Значит Что Эскимосы Своим детям Морозоустойчивость Передают Что их Население Страшно Обожает Морозы И в той же Газете Писали Что Жители Аляски Больше Всех В мире Холодильников Покупают Спрашивается Зачем Эскимосу Холодильник У них На улице Минус Пятьдесят А в Холодильнике Только Минус Пять Не знаете А я знаю Они Ж В Холодильниках Греются А с Дельфинами Что Придумали Это Уму Существа Вроде Как Студенты И Что Они Под Водой Соображают Ниху Человека С Кем Там Под Водой Соображать С Дельфином Что Ли Так Они Все На Одно Лицо Скажешь Ему Отойди Ты Уже Пил Нет Я Только Подошел Лично У меня На этот Счет Очень Большое Подозрение К Науке Имеется Особенно Насчет Происхождение Человека Ну Про Эволюцию Кто Нибудь Слышал Человек Произошел От Обезьяны А Кто Видел Ну Пусть Тот Встанет Кто От Обезьяны Произошел Ну Почему В зоопарках Обезьяны Людьми Не Становятся Не Знаете А Я Знаю Живут Они В тепле Терезав Сутки Еду Приносят На Работу Хотеть Не Надо Как Обезьяна Человеком Захочет Стать Только Недоразвитая У Меня Вот Такой Вопрос К Науке Может Человек Обратно В Обезьяну Произойти Я Уже Три Года Как С Работы Специально Уволился И Нигде Не Работаю Чтоб Обратно Произойти Со Дня На День Жду Когда Я Был Под Деся Я Значит Мне Встроили На Киностудию Я Там Снимался В Картине Спартак И Горал Роль А потом Поехал В Киев А у меня На подоле Как раз Там Тетя Сара Живет А Чтобы До нее Добираться Надо Ехать Двумя Трамваями А они У меня Все Битками Набиты Я Стою Наконец Я все Таки Вскочил На Бургев Но Кондуктор Вскил На Мне Такой Рот Что Я не Хотел С ней Вступать В отношение И Выскочил Из трамвая На Улице Шел Дождь До Тети Сары Я Мочился Когда Я Пришел К ней Она Сидела Вся В квартире На Тахте Вся Обложила Себя Расписанными Подушками Думала Что На Шахе Задница О Я Браша Сказала Она Мне Наша Дочка Двойра Познакомилась С одним Инженером Путем Сообщением И Вообще Там Бывает Такая Компания Если Там Бывает Доктор Кац Специалист По Часотку На Склистком Если Там Бывают Братья Пертих Канаричик Из Никитянский Джаз Если Там Бывает Сигель Пуп Так Это Что Небуде Значит Потом Она Встала И Начала Сема И Она Ему Спросила Сема Ты Что Хочешь Кушать А Хлеб Без Ничему Ты Кушать Не Хочешь А Яйца В Шматку Ты Кушать Не Хочешь А Ну Быстро Винними Из Поп И Пальчик Дай Дяди Здрасте Я Тебя Быстро Винними Этот Гимнастик Наконец Мне Надоело Чтобы Она Справед На Рояле Я Взял Семку Племянника Все Так Повел За шлеми Там В кибене Мотограф Смотрели Фильм Тарзан На Дереве И Вдруг В Это Время Мне Кто-то По Уху Как Даст Я Выскочил Из Кибен Мотограф Взял Семку И Пошел Повел Ребенка Развеселить Надо Повел Его Значит В Зоопарк Приходим В зоопарк Смотрим Всякие Зверды Там Все Дела И Он Меня Спрашивает Семка Говорит Я не А что Это В клетке На Дереве Это Рыба Или Птица Конечно Рыба Почему Она На Дереве Она Сумасшедшая И Тогда Подошли Еще Некоторым Зверям Я Все Семе Объяснил Перевел Его домой И Сам Пошел Себе Лег Спать И Мне Снится Сон Наш Переход Клара Цицкин Подходит Берегам Африки И Нас Встречает Кто Би Мог Подумать Африканский Шах И Его Жинка Шашка Они Говорят Абраша Ты Хочешь К нам Домой С удовольствием Так До Нас Есть Два Пути Один Сухой Другой Мокрый Сухой Путь Это Сахара Пустынечка А Мокрый Путь Это Голубой Белый Нил Я Говорю Нахуй Мне Это Мокрый Путь Дайте Мне Сухой И Тогда Подводят Мне Два Звера Горбатый Один Сопливый Вербелт Меня Меня Посадили Промеж Горбов Ну В него Шорстка Была Очень Колючая Я Говорю Нахуй Мне Этот Вербет Дайте Я Пересяду Лучше На Его Жену Наверх Блять Но Она Тоже Очень Кололос Я Так Ебени Мать Мне Этот Сухой Путь Дайте Мне Мокрый Путь Дайте Мне Этот Голубой Белый Нил Говорю Хорошо Идем Подходим И Вдруг Выходит Звер Блять Открывает На Мне Такой Рот Блять Я Такого Даже И Не Помню Вот Такой Здоров Рот Как Живо Блять Этого Звера А И Бемота Открывает На Мне Рот Я Как Закричу А Мне Эбиптянка Говорит Чего Ты Кричи Чего Ты Боишься Он Жит Рейсированный Я Расхорабрился Иду К Фуниковой Пальме Там Это Пальмовая Ощечка И На Меня Вискакивает Еще Один Звер Такой В пятнышках Леоперт Как Заорет На Мне А Я Стою И Смелюсь А Мне Эбиптянка Говорит Что Ты Смелешься Он Жен Интерес Рованный И Я Как Побежал И Ночью Проснулся На Чем То Склиском Светает Кладбище Из Могилы Поднимается Скелет И Идет Глядит Из Другой Могилы Поднимается Скелет Говорит Эй Эй Друг С Какого Ты Века С Пятнадцатого А Ты А Я Шестнадцатого Идут Дальше Смотрит Третий Скелет Идет Эй Друг А Ты С Какого Века Иди Тебе Не Мать Для Тест Треть Смены И Душево Привязались Встречаются Два Еврея Здоров Здравствуй Как у тебя Жизнь Ты знаешь Что такое Говно Ну Так оно По сравнению С моей Жизнью Повидло Я вам Другое Скажу Я Недавно Бил В той Жей Аптеке Так Значит И наблюдал Такой Случай Значит Старый Провизор И у него Молодой Практикант Хотел Куда-то Видно По Надобности И говорит Сема Смотри Я сейчас Выйду На пару минут Смотри Никому Ничего Не предлагай Никому Ничего Не продавай Ты меня Понял Да Вот смотри Ушел Через пару минут Приходит Ну что Кто-нибудь В аптеке Бил Бил И ты что Продал Да Продал Лекарства Что Клиент Спрашивал И он Спрашивал От кашля Что-то Ты ему дал Да Дал Что Вот это Ёб твою мать Так это Шпурген Это Слабительное Ведь смотрите Ёб Он стоит На углу И боится Кашлянуть Я вам Другое Скажу В той же Аптеке Я сам Был Свидетель Приходит Товарищ И говорит Слышите Девушка У вас Презервативы Есть А Презерватив У нас Тихо Тут же люди Презерватив Тихо Тут мне Неудобно Маша Сколько вам Надо Презерватив Маша Сейчас он Пробьет Сколько вам Надо Презерватив Дайте Хотя бы Четыре Пачки Маша Выбейте Ему Четыре Пачки Пошел В кассу Пробил Эти Копейки Получил Эти Презерватив Говорит Ну Теперь Теперь всем Ясно Что я Ебаться Иду Мать их Ёбтик Продавцов Только Все настроение Портит Приморили Гады Приморили Обобрали Волюшку мою Золотые Кудри Посидели Знать У края Пропасти Стою Золотые Кудри Посидели Знать У края Пропасти Стою Я люблю Чахотошных И пьяниц За разгул Пьянящего Огня Может быть Чахотошный Румянец Перейдет От них И на меня Может быть Чахотошный Румянец Перейдет От них И на меня С тихим Звоном Чокнулись Бокалы На постель Две капли Уронил Брошенный Мужской Рукою Усталый Шлепнулся На пол Презерватив Брошенный Мужской Рукою Усталый Шлепнулся На пол Презерватив Помнишь Мать Как я играл На сцене Веселил Рабочий Народ А ты Поздно Поздно Вечерами Дожидалась Сына Ворот А ты Поздно Поздно Вечерами Дожидалась Сына Ворот Пить Курить Я рано Научился И стал Ночами Я дома Не бывать Ты будешь Вор Как был И твой Папаша И позабудешь Про свою Старушку Мать Ты будешь Вор Как было Твой Папаша И позабудешь Про свою Старушку Мать 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 Вдруг Скрип с дверей И двери Распакнулись Вошел При шляпе И в кожаном Пальто И вымолвил Тихонько Мама Здравствуй И больше Вымолвить Не смог Я Ничего И вымолвить Тихонько Мама Здравствуй И больше Вымолвить Не смог Я Ничего Тихонько И теперь Под этой Ёлкой Дикой Я, Быть может Маменька Умру На тебя Моя Родная Мама На прощанье Крепко Обниму И тебя Моя Родная Мама На прощанье Крепко Обниму Мы сидели С тобою У яру А це діло Було В осені Ти Тривала Мене За хуяру Я Співав Матюкові Пісні Ти Тримала Мене За хуяру Я Співав Матюкові Пісні Я вам Песніку Спаю Не чужую А свою Как я с Варькой Лес Ходил гулять Не советую Друзья Не ходите Так как я Вам такого В жизни Не летать Не советую Друзья Не ходите Так я Вам такого В жизни Не летать На дворе Пою Там Там Узнаєш Часть Радость Там Поймеш Какая Сладость Поздно Или Рано Ты поймеш Хочем Друзья Друзья И я вам песнику пропел, чужую астовую, Как я с вами сходил гулять. Не советую, друзья, не ходите так, как я, Вам такого в жизни не видать. Всегда запоминается настоящее, но иногда хочется вспомнить и прошлое. Гусарская, генеральская. Старый генерал зовет генщика. Ванька! Скучно! Эй, то, Ваше благородие, сейчас это, если хотите, у загадки поиграем. Задавай. Вот, а догадайте такую загадку, вот, не лает, не пускает, у дом не пускает. Жопа, что ли? Не, это замок. А вот такую загадку, отгадайте, вот, без рук, без ног, рисовать умеете? Жопа. Жопа. Не, это... Мороз. А вот такую загадку, отгадайте, вот, а... Два кольца, два конца, посередине гвоздик. Что это будет? Жопа. Жопа. Не, это... Ножницы. Слушай, да иди-таки, ебейте мать, я даже по жопу буду. Брачная ночь. Прошла. Наутро мать спрашивает дочь, ну, как? Он? Читал книгу. Ёлки зелёные. Вторая брачная ночь проходит, мать опять спрашивает, ну, как он? Книгу читал. Мать разволновалась. Третья брачная ночь. Мать заглядывает в замочную скважину. Смотрит, действительно горит настольная лампа, он читает книгу. Потом подходит к молодой супруге, стаскивает трусики и рукой туда к писеньке. Мать думает, всё в порядке. Утром говорит, ну, как? Читал книгу, говорит, нет, ты не обманывай. Я же видел, как он снял трусики тогда рукой. Так он всегда так делает, когда ему надо перевернуть страницу. Брачная ночь в еврейской семье. Прошла брачная ночь. Мать и отец спрашивают дочь, как он? Вы понимаете, и он ничего, по-моему, не умеет. И он пролежался, но ничего не делал. Надо, может, его сводить к раввину? Говорит, это ваше дело. Пошли к раввину. Говорит, Ребе. Вот он ничего не может делать. Вот он сутки с ней спал, и ничего. У них первая брачная ночь, он не может ничего делать. Ему очень чем-то помочь. Говорит, всё, моя тебя сейчас покажу, а ты уже будешь видеть, и потом будешь сам так делать. Сильно раздевается. Она раздевается. Ребе раздевался. Натянул её, хоть вставить. Ну, так что? Сама, ты всё понял? Ой, Ребе, он такой непонятливый. Покажите ему ещё раз. А в том саду Эл Соловей А мы с Маруськой хавали ватрушки. А в том саду Эл Соловей А мы с Маруськой хавали ватрушки. Потом пошли с Маруськой в запись. И ждали только первого начала. А чтобы брак наш закрепить, Святая церковь нас с Маруськой обвенчала. А чтобы брак наш закрепить, Святая церковь нас с Маруськой обвенчала. КОНЕЦ А в том саду В том саду В том саду Стояли мы пред алтарем, Держали свечи мы с таким большим восторгом, Аппономарь, чтоб был здоров, Прекрестил нас колокольным перезвоном. Аппономарь, чтоб был здоров, Перекрестил нас колокольным перезвоном. Медовый месяц. Наш длился долго, И счастье нам казался жар птицей. Когда ж с Маруськой мы съели мед, Мы убеждениями стали расходиться. Когда ж с Маруськой мы съели мед, Мы убеждениями стали расходиться. Не называй меня на «ты». Пришли по почте мои рваные калоши. Зачем любовь со мной крутила? Скачим! Зачем платочек мне дарила? Зачем любовь со мной крутила? Скажи, зачем платочек мне дарила? А в том саду пел соловей, А мы с Маруськой повали ватрушки. А мы с Маруськой повали ватрушки. А мы с Маруськой повали ватрушки. В Олихольском петербуке Там убитого нашли. Бил он вношенной тожурки, Восемь ранов на груди. Бил он вношенной тожурки, Восемь ранов на груди. На столе лежит покойник, Ярко свечи горят. Это бил, убил налетчик, За него отомстят. Это бил, убит налетчик, За него, я уверен, отомстят. Не прошло ни недели, Слухи-толки пошли, Что в Олиховском переулке Двух легавых нашли, Как вам нравится, Что в Олиховском переулке Двух легавых нашли. Забодали тожурки, Забодали штаны, И купили самогонки На помин их души. И купили самогонки На последние деньги, На помин их души. На колыме, где сопки и тайга, Вокруг, где хмурый ветер Бьет танго и фокстрот, Я повстречал вас Вдвоем с подругой Среди проталин и болот. Шел крупный снег И падал на ресницы вам, Вы северным сиянием Увлеклись. Я подошел к вам И подал руку, Вы встрепенувшись, Поднялись. В любви и ласке Быстро проходили дни, И вот уже Окончился твой срок. Я провожал тебя До самой пристани, Мелькнул твой беленький платок. Я провожал тебя До самой пристани, Мелькнул твой беленький платок. С твоим отъездом Началась болезнь моя, Я тосковал, Я вспоминал тебя По актировке Врачей путевки Я покидаю лагеря. Огни большого города Зажглись вдали, Наш поезд уж к перрону подходил. Тебя больную, Совсем седую, Наш сын к вагону подводил. Тебя больную, Совсем седую, Наш сын к вагону подводил. Так, здравствуй, Посидевшая, Любовь моя, Пусть падает и кружится снежок. На ветке клёна, На берег дона, На твой заплаканный платок. На берег дона, На ветке клёна, На твой заплаканный платок. Мне тоже было грустно. Я тоже прощался, Прощался на вокзале. Но меня развеселил Случай, Который рассказал На этом же вокзале Один Прохожий, Который сам был свидетелем Этого случая. Который говорит, Значит, Вы что, Хотите ехать на паровоз? Вы же не знаете, Как ехать на паровоз? Я вам расскажу, Как идёт паровоз. Я, например, Значит, Я работаю тут всё-таки На станции. Я здесь Служащий. Так я говорю, Я иду, Абраша, Бей у колокол Один раз. И он бьёт у колокол Один раз, Я себе иду Спокойно в буфет, Покупаю пирожок С гусиным мясом. Правда, Не про мою веру Будет сказано. Потом говорю, Андрюша, Бей у колокол Два раза. И он бьёт два раза, И паровоз, Блядь, Ой, Миды шпалы, Миды колёса, Миды болтики, Миды винтики. И паровоз таки Идёт моё почтение. Чудак опаздывает На вокзал тоже, Торопится на поезд. Находит Извозчика С чемоданом Весь в поту. Говорит, Вы, Слушайте, Не подвезёте Меня к вокзалу? Говорит, С удовольствием Подвезу. Так у меня лошадёнки Хуёвы, Если вам Можете помочь, Так я вас туда Так и довезу. Вот с удовольствием Повезу, Потому что Помогу. Только подвезите. Я вам помогу. Я опаздываю. Хорошо, Помогайте. Положили Вещи Только Ехать. Он говорит, Понимаете, Мы сейчас едем В гору. А у меня лошадёнка Очень слабая. Вы не потолкнёте? Чудак Подталкивает Эту повозку Подтолкнул. Только спускаться Под гору. Он говорит, Вы понимаете, Я же вам говорил, Наша дёнка слабенькая. Она сейчас Как понесёт, Значит, Повозка тяжёлая, И мы можем Разбиться, Кебе не мать. Так, Таше надо Слезть И придержать. Говорит, Ну хуй маме. Слезу Придержу. Прием. Слез, Придерживай Эту лошадь. Спустились. Только ехать опять Под горку надо. Говорит, Слушай, Я же предупреждал, У меня лошадёнка Слабенькая. Надо потолкнуть. Говорит, Ёб твоё мое. Давай потолкну. Только опять Под горку. Говорит, Вы придержите, Потому что она понесёт. Она же слабенькая. Она всё перекинется. Нахуй вам гембель иметь. Только лишь. Еле-еле там Доехали до вокзала. Чудак, Ну, Ко времени успел К поезду. Весь мокрый, Впотевший. Рассчитывается с ним. Говорит, Ну, я понимаю. Возьмите деньги. Я понимаю, Вам нужно было заработать. Ну, нахуя Мы брали эту лошадь? Хм... ПО yapıyor. Правые моги Одесса Одесса В кафе «Фанкон» невесту с тещей пригласил. Не расплатился и тихо смылся, Какой конфуз, чтоб я так жил. Не расплатился и тихо смылся, Какой конфуз, чтоб я так жил. Студент Мачалин, курсист Кувалю, Бежать из дома соблазнил, Но на вокзале их там споймали, Какой кошмар, чтоб я так жил. Но на вокзале их там споймали, Какой кошмар, чтоб я так жил. КОНЕЦ КОНЕЦ Ой, лимонщики, ой вы лимонщики, Загуляли бабы-самогонщики. Я поставила варить, самогонка льется, Вдруг приехала с чека, встала и смеется. А мне не до смеха. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ